Террористическая группировка Исламское государство активно вербует своих сторонников на Кавказе. Вербовщики ИГИЛ не обошли своим вниманием и Республику Дагестан, 90% населения которой традиционно исповедует ислам. Как и почему молодые дагестанцы попадают в ряды исламистов? Вот лишь одна из историй, которая произошла совсем недавно. Рашид Магомедов родился и вырос в селе Комсомольска Кизилюртовского района Дагестана. В этой республике, как и в соседней Чечне, часто проходят полицейские рейды по обнаружению и ликвидации террористов. Рашид Магомедов отец двоих детей. В прошлом году его несколько раз арестовывали. Он провел в тюрьме два месяца. В конце концов, устав от преследования полиции, решил отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к исламистам. Его брат пытался остановить его, но тщетно. Я говорю, куда ты едешь, Рашид? Тебе зачем я дом строю, работаю? Если я тебе работу тоже дам. Но он говорит, пойду, и так здесь не оставляю, спокойно поеду в Египет учиться, знаний наберусь. Он знал, что я его не отпушу, если даже не то, я даже так предполагал, что, возможно, он туда едет. Я матери говорил, забери паспорт. Отец семейства в отчаянии. Он уверен, что во время одного из полицейских рейдов в их дом были подброшены оружие и боеприпасы, в хранении которых обвинили его сына Рашида. Бросили, какой дурак, если я держу дома оружие, гранаты, патроны, что я буду держать? Вот как заходишь, вот тут под койкой что-то, взяли, подкинули туда и говорят, вот патроны нашли, вот гранату. И мне пришлось на себе взять эту тюрьму. Мусульмане, собирающиеся в мещете Надерия, расположенной на улице Котрова в Махачкале, рассказали журналистам Associated Press, что осуждают Россию за поддержку сирийского президента Асада. Но сделали они это тихо и неофициально. Перед камерой никто наподобно не решился из-за опасений преследований. Официальные исламские лидеры утверждают, что никаких преследований в республике нет. А вот что сказал заместитель редактора дагестанской газеты «Черновик» Магомед Магометов. Эти социальные группы, то, что принято называть в Дагестане салафиты, ваххабиты, имеется в виду та часть, которая не находится в лесу, не находится с оружием в руках, она подвергается постоянному давлению со стороны силовых структур. Рашид отправился в Сирию в феврале, а уже в июле появились слухи о его гибели. Но официального подтверждения этому его семья пока не получала. Субтитры создавал DimaTorzok